12 сентября 2019 года, телеканал РБК. Шикарный день, обещают нам сегодня синоптики. Шикарный он еще и потому, что мы сегодня просто с шикарной, оборожительной девушкой будем общаться в прямом эфире. Дорогие друзья, мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка мира потенциальному спорту Анастасия Кульбеда у нас сегодня в гостях. Настя, доброе утро. Доброе утро. Глас не отвести, но почему-то вы в форме национальной сборной, а не в тех нарядах, в которых вы выступаете на соревнованиях. Ты прям рассчитывал, да? Я почти думал, что как-то да. По Перми идет по улицам сегодня, но я на эфир. Расскажите, как вы, год вас не видели, у вас все хорошо? Да, все в порядке, все танцуем, завоевываем медали. Так, 7 сентября был чемпионат мира по танцевальному спорту. В каком направлении? По формейшн этой команды в стандарте. Это европейская программа в длинных платьях, элегантная такая программа. То есть мы же можем глянуть сейчас это, насколько я понимаю. Сразу, чтобы все телезрители понимали, что такое формейшн. 8 пар танцуют на паркете, показывая различные перестроения. Мужчины во фраках? Да, девушки в длинных платьях. Вы не готовитесь заранее, или как? Вы одеты в одинаковые костюмы. Ну, на этом все, ты думаешь, да? Подготовка закончена. Разумеется, мы готовимся заранее. Но вы здесь конкурируете друг с другом? Нет. Это одна команда? А, это команда наша? Да, это ансамбль, дуэт. О, Господи. Я вот совершеннейший профан в направлениях танцев, поэтому мне нужно пояснять здесь каждую. 8 пар, да, синхронно танцуют. Главный критерий синхронность, чистые линии. Сколько вы готовили вот этот именно танец? Наверное, год назад мы поставили хореографию. Это очень долгий процесс в плане подбор сначала идей. Их может быть вот так вот 20 штук, и все вместе выбираем, выбираем. Представляем, что будет лучше смотреться по картинке, по музыке, чтобы это все было с какой-то темой, а не просто абстракция. И за кем у вас последнее слово обычно? Или вы решаете голосование? Скорее, решаем голосование, но все-таки последнее за тренерами. А тренеры кто? Тренеры у нас Кольбеда Виктор Степановича, Светлана Викторовна и Иванова Валуславовна. Это мои родители, да. Тренеры национальной сборной? Тренеры нашей команды. И из-за того, что мы являемся членами сборной России, так как являемся вторыми и первыми, наши тренеры являются тренерами сборной, да. Так, и вы выбираете танец все вместе. Нет такого, что если кому-то не нравится, так, я в нем не участвую, до свидания, я ухожу в брейк-данс. Просто сейчас, именно сейчас мы как раз выбираем тему и ставим новую постановку по латине, поэтому такие эмоции появляются на первоначальном этапе, кто-то обязательно не согласен. Но вот сейчас мы уже определились с музыкой, с темой и начинаем подбирать движение и постепенно все влюбляются в новую тему, это секрет. Но, тем не менее... А нет такого, что кто-то уходит, знаешь, его так останавливают и потом возвращают в танцы, и они такие, ладно, я с вами. Нет, так не бывает. Те, кто уходят, это в основном по переезду в другой город. Переманивают потому что? В основном заканчивают школу и уезжают учиться. Но мы к этому за год готовимся, знаем, кто у нас выпускники. Перерубайте им все пути отхода. Всегда у нас есть запасные, кто очень-очень старается заранее, чтобы попасть. Я так понимаю, там очередь из запасных стоит, в принципе. Ну, можно сказать так. Но официально две пары и неофициально еще несколько. Можно я вопрос задам? С учетом ваших родителей и того, чем они занимаются, ваша судьба была предопределена? Может быть, можно сказать и так, да. Но мне нравилось с самого детства, брату не нравилось, поэтому он и не танцует. А брат чем занимается? Учится. Он вообще не танцует. Если ты об этом... Это ваша семья, да, я правильно понимаю? Да. Он нас очень поддерживает и в Москве тоже был. И вообще приятно, что чемпионат был в Москве. И у многих приехали семьи, друзья. Кто-то пришел из московских друзей. Как вообще организация? Раньше приехали. Наши после того, как там натренировались на Олимпиадах и Чемпионатах мира, на достойном уровне проводят танцевальные соревнования? Да, было в большой арене, мега-спорт. Собрались полные трибуны и классно наших поддерживали. А там была одна команда из Москвы, получается? Из Тюмени. Наши главные соперники из Тюмени, команда Вера. И в Латине, и в Стандарте мы танцуем в Формейшн. По Латине нас чуть-чуть больше знают. По Стандарту мы танцевали первый раз. Так вот, в Латине мы выигрываем тюменцев, а в Стандарте пока что проигрываем. А сколько команд всего проигрывали? Паритет. 12 команд. Третье и четвертое место заняли немцы, потом чехи, монголы, белорусы. Да что вы! Подождите, монголы, Формейшн и Латина? Да, и еще и по две команды. Две лучшие команды. Я представляю себе этих горячих потомков Чингисхана. У меня есть стереотипы, да, по поводу монголы, по поводу татар. Поэтому Латину они танцуют. В Латине они попадают в финал, это более такой... Подвижный. Да, вид программы. В Стандарте пока что в полуфинале, но приятно, что такие разные очень страны участвуют. Потому что направление такое сложное, что не прямо очень популярное. А почему так мало команд? Где Бразилия? Где вот эти самые... Где в конце концов Лихтенштейн знаменитые? И в России-то в самой еще меньше команд. То есть, например, на всю Россию шесть команд. То есть, в основном это потому, что сложно собрать 20 человек, заставлять приходить их на тренировки каждый день, чтобы всем было удобно. Более не всем еще нравится музыка и танец. Тема, да. Так, слушайте, мы, наверное, прервемся ненадолго, а потом расскажете про другие чемпионаты. Мне очень интересно спросить про костюмы. Ты их уже обозвал костюмами, стюардесс и девушек. Но это... Я помню, как-то однажды нашим спортсменам... Или это были не... Я пока повспоминаю, да, во время рекламы. Расскажу историю позже. Продолжаем общаться в прямом эфире с нашей замечательнейшей, обворожительнейшей гостьей Анастасией Гульбедой, мастером спорта международного класса. Ой, по танцевальному спорту у меня даже дыхание перехватило. Дыхание перехватило. Да, закончили мы на том, что... Историю хотел рассказать. Историю? Да, я помню, говорил, что в каком-то мероприятии у нас однажды штрафанули наших спортсменов. Там, правда, было соревнование по парикмахерскому спорту. Штрафанули за красивые костюмы. У вас тоже красивые костюмы. Кто вам их шьет? Где вы их берете? Как вы их моделируете? Не снижают ли баллы вам за красивые костюмы? Мы шьем их в Перми у мамы нашего одноклубника уже очень давно. Костюмы вообще обсуждаются еще на этапе зарождения идеи очень подробно. То есть наверняка есть тоже, который мне нравится. А есть парни, которые говорят, я в этом не буду. Бывает. Фрак не мое. Но в основном фрак всех устраивает. А вот в латине, когда предлагают что-нибудь экстравагантное, мальчики, конечно, высказывают свое мнение. Так вот. Костюмы, образ подбираем с самого начала. И вот в случае с этой постановкой мы прям отлично отобразили идею стюардесс. А мальчики изображали пилотов или буйных пассажиров, судя по движению сейчас одного джентльмена? Вообще движение это иногда абстракция. Вот это, например, мы стараемся показать компас с разными направлениями. А мне подумалось, что это запасный выход. Потому что в мелодии там перечисляются разные города. Самолетик. Слушай, а у нас мелодия идет, тут я не слышу. Наш телезритель имеет возможность слышать, под какую музыку танцевали ребята? И это у нас взлетная полоса, и полетел самолетик. Это вы полетели, да? Нет. Так, это стандарт идет или формейшн? А, вернее, или... Нет, это стандарт. Это стандарт. Формейшн по стандарту, да. По которому вы заняли, вот за это вы заняли второе место. Да. По латине первого. Вот эта медаль за? Вот, с прошедшего чемпионата. За второе место. За второе место, да. Так, держу медаль, показываю всем. Но это не единственный вообще чемпионат, который был в последнее время? Да, получается, в начале года у нас проходят чемпионаты по России. Это латино, стандарт по формейшну. И еще мы с партнером участвуем в шоу в Секвее. Так вот, и по латинскому формейшну мы стали первые. Отобрались на мир, который будет в декабре в Германии. По стандартному формейшну мы стали вторые. И отобрались на мир, который прошел. Где мы проиграли тем же, кому и на России. Тюменцам. А есть такое, что, ну, когда, если у вас соревнования, вас не хотят объединить, чтобы вы ездили от России все вместе? Или это нереально? Сделать одну команду, чтобы вы тренировались где-то в Москве, например. В Пирме. И везде побеждали в любом случае. Или это невыгодно? Ну, мы думали об этом, что это было бы, наверное, классно собрать лучших по России и сделать команду сборную по формейшнам. И 16 пар просто. Но нет. Я думаю, что это в первую очередь неудобно. Ага. То есть в Пирме... Будете порознь, потому что в течение года... Удобно всем в Пирме готовиться, хоть и тренировки бывают в вечернее время, почти ночное, чтобы всем было удобно, но... Объясните мне, дураку, что все-таки стандарт, формейшн... Я что-то вот запутался совершенно. Вот два человека танцуют, вы, с партнером, у меня есть даже фотографии. Это с... Сто, пятьдесят, двадцать пять, двенадцати финал. И на паркете одновременно танцуют 12 пар. Все танцуют свою вариацию. Это не наложено на музыку. Свободная программа. То есть музыка играет какая-то, и вы под нее просто на голове. Так. А формейшн... Это именно постановка для ансамбля из восьми пар. И секвей, это постановка, подготовленная для одной пары. В индивидуальной программе все танцы идут по очереди, а в формейшн... Это микс из музыки, микс из танцев, и там мы шесть минут танцуем в одной позиции, так скажем. Знаете, глядя на вас, я невольно тоже начинаю спинку держать. Говорят, что физкультура полезна для здоровья, а спорт вреден для здоровья. Но, наверное, про спортивные танцы... Вот вообще, про спортивные танцы, про танцевальный спорт, этого сказать нельзя. Но сколько времени в вашей жизни, если взять хотя бы 24 часа в сутки, отнимают танцы? Ну, так как у меня это является еще работой, и я танцую и с партнером, и в команде достаточно много. То есть, 8 часов на сон, 2 часа на обед и передвижение, все остальное это танцы. 6 часов в день? Да. Каждый день, без выходных? Да. И очень часто мы выезжаем на соревнования, потому что и с партнером активно танцуем, и в команде. И вот предстоящий ноябрь-декабрь будет таким прям, чувствую, жарким, когда будут соревнования на соревнованиях. Слушай, а если они накладываются, ну, условно, соревнования в парах на соревнованиях в восьмерках? Что вы выберете? Формейшн или пару? Мы выберем Формейшн, потому что с командами у нас всего 3-4 старта в год. То есть, это Россия и Мир. А пары каждую неделю? В паре каждые выходные по всему миру куча соревнований, в которых мы можем поучаствовать. Один раз у нас накладывалось так, что мы в субботу танцевали Кубок Мира в Латвии и в воскресенье Кубок Европы в Польше. Мы пешком дошли до туда? Вот это было... В танце просто ушли потихонечку. В танце, да, нельзя. Это были самые загруженные выходные. Ну, так, а результат там какой-то был? Да, третье место мы заняли на первом чемпионате и второе на втором. Последний у меня коротенький вопрос. Не хотели вы участвовать в телевизионных проектах? Или это уже не надо вам? Кстати, на телевизионные проекты приглашают. В Америку приглашали. Мы бы хотели, наверное, поехать и старались сделать документы. Это было бы, наверное, круто. То есть это еще в перспективе и вполне возможно, что в каких-то американских шоу мы вас увидим. Да, да. Не только в нашем. Зато мы можем потом похвастаться и сказать, что ребятки, вы смотрите, у кого хат-хатите. Скорее всего, у нас увидели. Да, два эфира у вас уже между прочим. Но мы всегда подчеркиваем, что мы все-таки спортсмены. И мы больше за результат, за соревнования. Ну что ж, спасибо вам огромное. Желаю вам новых успехов. В следующий раз сколько там? Через год еще 8 медалей, чтобы у вас было новых тогда. Да, спасибо большое. Мы с удовольствием ждем вас действительно с новыми победами в нашей студии. Если вдруг появится несколько дней, часов свободных в жестком графике спортивном и между всякими шоу в Америке, вы к нам заходите. Перемеки-то должны погордиться теми, кто край наш родной прославляет на самой высокой арене. Спасибо большое, Анастасия Гульбеда, наш сегодняшний утренний гость. Если вы что-то вдруг пропустили, пересмотреть нас можно на YouTube и ВКонтакте. Это я так, тем, кто только что к нам присоединился.